привет мои дорогие спасибо что смотрите это видео меня зовут оксана и сегодня вы узнаете рецепт очень эффективной домашней маски для кожи вокруг глаз эта маска очень быстро уберет даже самые глубокие морщины эта маска очень быстро уберет отеки предотвратит появление новых морщин разгладит гусиные лапки к тому же рецепт этой маски очень простой я надеюсь что все компоненты которые входят состав этой очень шикарные маски у вас есть под рукой и вместе со мной я приглашаю ее сегодня сделать состав этой маски входят компоненты которые убирают отеки первым самым эффективным способом убрать отеки это конечно же крахмал крахмал нужно использовать как и отжав сок сырого картофеля также можно использовать и крахмал покупной обычный пищевой картофельный крахмал этот способ как снять отеки как убрать круги под глазами я думаю всем вам уже известен и маски на основе крахмала я уже довольно таки часто делаю вам показываю на основе крахмала разные рецепты но основное свойство крахмала это конечно же снимать отеки убирать темные круги в общем все что касается ухода за кожей вокруг глаз с картофельным крахмалом очень тесно связано крахмал будем растворять глицерином именно на одну ложку крахмала да я знаю что вы будете спрашивать по поводу какая ложка используется чайная либо столовая пропорции не имеют значения все зависит от того какое количество маски вы хотите сделать кстати сказать эту маску лучше всего использовать сразу и приготовить достаточно небольшую порцию поэтому используйте пожалуйста чайные ложки вот на чайную ложку крахмала я добавляю 10 капель глицерина 56 и еще добавляем глицерин очень хорошо смягчает кожу в чистом виде глицерин использовать нельзя так как он очень хорошо впитывает влагу из кожи но когда вы добавляете глицерин в крем и в различные маски в различные уходовые средства то эффект от этого глицерина просто великолепный так еще четыре капли глицерин это такая светлая прозрачная жидкость без запаха вязкая похоже на маслянистого какую-то основу и он широко используется в косметологии также в крахмал я добавляю 3 капли ретинол ацетат или витамин а по другому его название можно ретинол ацетат заменить ретинолом пальме а там это разные формы витамина можно использовать витамин а в капсулах продается в аптеке и витамин а очень эффективно влияет на упругость кожи на уплотнение кожи как раз то чего не хватает нежной кожи вокруг глаз и добавляю 5 капель ретинола ацетат затем я добавляю одну чайную ложку оливкового масла можно добавить оливковое масло настойное на розах как мы с вами уже делали или на цитрусах можно просто добавить одну чайную ложку любого косметического масла которые подходят конечно для нежной и сухой кожи вокруг глаз но как правило это миндальное масло универсальное конечно же косточковое масло это виноградных косточек зародыши пшеницы масло очень хорошо подходит вот в такую консистенцию очень важный это конечно сметана обязательно нужно использовать в уходе за кожей лица именно жирные компоненты к тому же кожи вокруг глаз как правило сухая с возрастом она становится еще суши поэтому просто наносить даже сметану сочетание с я не знаю с рисовой мукой тоже очень эффективны маски поэтому жирную сметану обязательно я люблю использовать в уходе за кожей лица не забывайте что у каждой компонент после добавления нужно обязательно очень хорошо вмешивать в маску и самым важным компонентом который является шедевром этой маски это конечно же укроп я думаю что в летнее время укроп на вашей кухне занимает очень такое достойное место и не забывайте что именно укроп очень хорошо снимает отеки убирает темные круги в укропе большое количество питательных элементов очень много витаминов и все что касается именно польза укропа я надеюсь вы все хорошо осведомлены как мне часто пишут мы все все знаем конечно очень приятно когда все все знают и укроп можно если не хотите вот из-за такой порции просто мыть затем блендер я просто очень мелко шинкую и для этой маски достаточно одной чайной ложки конечно нужно измельчить до состояния такого чтобы укроп дал сок вот сразу пошел аромат великолепный запах и кстати эту маску очень эффективно наносить и на сухую кожу на проблемную кожу если у вас чувствительная кожа эта масочка очень хорошо подходит здесь нет агрессивных компонентов и именно состав витаминов которые содержатся в укропе и жиры которые содержатся в сметане очень эффективно будут и разглаживать мелкие морщины не допуская появления новых и питать кожу вот практически одну ложку я добавляю укропа эти сок дал укроп свежий лучше всего использовать конечно укроп из своего сада из своего огорода но можно использовать также и укроп с рынка вот такая эффективная масочка получается эту маску также можно наносить и на сухую кожу рук эффект от этой маски просто потрясающий не забывайте что конечно очень важно правильно использовать эту маску для скажем борьбы с вот проблемами с отеками если они у вас часто бывают можно делать каждое утро если у вас утренние отеки если в качестве профилактики для увлажнения питания и улучшения состояния кожи вокруг глаз эту масочку можно делать один-два раза в неделю вот того состава который сегодня мы с вами приготовили достаточно для нанесения не только на кожу вокруг глаз но и на шею на зону декольте те участки сухой кожи которые нуждаются именно в увлажнении в питании в улучшении тургора и можно использовать наносить именно вот эту вот масочку наносить эту маску нужно на 20 минут лучше всего когда вы наносите маски на глаза на лицо лучше принять горизонтальное положение включить приятную музыку и как я всегда говорю с пользой и удовольствием провести эту домашнюю процедуру напишите пожалуйста понравилось ли вам эта маска обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями мамами подругами я уверена что многим из вас эта маска понравится многим из вас эта маска поможет в борьбе с отеками и в улучшении состояния кожи вокруг глаз и я надеюсь что вы как всегда с пользой удовольствием провели вместе со мной время а с вами была оксана до новых встреч всем пока пока